Мы привыкли делить людей на гуманитариев и технарей, на рациональных и мечтательных, на творческих и бизнесменов. Но с каждым годом все большее количество людей доказывает, что это деление довольно стереотип. И среди них есть много звезд из шоу-бизнеса, которые достигли больших высот в предпринимательстве. У каких же звезд есть успешный и прибыльный бизнес? Сегодня вы о них узнаете. И начнем мы с вами с известного певца Стаса Михайлова, который, кстати, уже не один раз попадал в список Forbes. Только за один концерт исполнитель может заработать до 120 тысяч евро. Вы представляете, насколько увеличивается его ценник в новогоднюю ночь и в праздники? Но музыкант зарабатывает себе на жизнь не только своим творчеством. Несколько лет назад музыкант пробовал себя в ресторанном бизнесе, а теперь, по слухам, он стал одним из совладельцев крупной строительной компании. А вот Ксения Собчак сама рассказала своим подписчикам, что у нее есть бизнес. Ксения Собчак является совладелицей рекламного агентства. И, как она говорит, эта работа ей очень нравится. Кроме того, у Ксении Собчак три проекта в ресторанном бизнесе. Это кафе-кондитерское, бар, а также гриль-ресторан. Но, естественно, Ксения Собчак, как и все многие звезды, очень хорошо зарабатывает на своем инстаграм-блоге, в котором ведет рассказ о своей жизни. И, как она говорит, рекламные кампании в инстаграме ей приносят очень хорошие деньги. А где бабло-то? Я не понимаю. И сумка раз в десять меньше, чем та. Вот бабло. Бабло, да. Вот так. Много бабла? Чего считать? Давайте. Давайте считать. Наверняка многие из вас знают, что у Филиппа Киркорова есть несколько успешных и прибыльных бизнесов. Первые шаги Филиппа Киркорова в бизнесе не принесли ему желаемых результатов. Доходы от поставленного под его руководством мюзикла Чикаго не окупили вложенных в него средств. Но Филипп Киркоров не расстроился и стал пробовать себя снова. Годы спустя Филипп Киркоров решается еще попробовать одну бизнес-модель. Он начинает продавать одежду из своего собственного гардероба. И, как говорят, у него самый большой гардероб в нашей стране. Все последние 25 лет говорят, но ни разу никто не видел. А также он продает одежду своих знаменитых коллег. Это Николай Басков, Кристина Арбакайте и Аня Лорак. И, как говорят, что этот бутик стал довольно успешным. Раз в день. Слушай, ну это какие-то вот модные вещи такие. Прямо Либертин, Прада. Также у Филиппа Киркорова есть свой собственный караоке-клуб «Филармония», который, по слухам, также приносит ему хорошую прибыль. Пока бэк-вокалисты распеваются в филармонии, да, вот так скромно артист окрестил свое детище. Еще одна удивительная сторона Филиппа Киркорова – это то, что у него есть агентство по организации детских праздников. И он признался, что на эту идею его вдохновили его дети. Но также об этом мало. Есть информация в интернете. У Филиппа Киркорова очень много недвижимости, а также есть отели в Волгарии. Но кто меня действительно удивил, что у него есть собственный бизнес, так это Дима Билан. Представляете, у него есть мини-отель в Подмосковье. До этого я была убеждена, что Дима Билан очень далек от бизнеса. Но все оказалось не так. В его трехзвездочном отеле 29 номеров. И практически они никогда не бывают пустыми. Это и понятно. Каждый захотел бы пожить в отеле Дима Билана. Еще один успешный бизнесмен – это Григорий Лепс. Свою карьеру Григорий Лепс начинал с пения в сочинских ресторанах. И ресторанный бизнес ему очень хорошо знаком. Естественно, когда он добился больших высот в музыке, он решился на открытие собственного бара, а точнее рюмочный. Но этот бизнес-проект он запустил не один, а со своим давним другом Эмином Агаларом. Мы знаем менталитет наших людей. Если уж выпить, то уж и закусить по-человечески, то есть и пообедать. Мы велосипед здесь не изобретали. Но рюмочная – это не единственный источник дохода. Помимо своей музыкальной деятельности, главным атрибутом певца являются солнцезащитные очки. И вскоре он открыл свою собственную линейку солнцезащитных очков. А вскоре он презентовал ювелирные украшения под своим именем. Кроме того, у Григория Лепса есть свой продюсерский центр. Потому что я не являюсь грамотным продюсером, а то точно. Я только так, говорят, начинающий. Еще один владелец собственного лейбла – это рэпер Василий Вакуленко, известный всем под псевдонимом Баста. Музыкально-торговая компания «Газголтер» приносит большую часть его дохода. В апреле 2017 года Баста – обычный парень – поставил рекорд в зале «Олимпийский». баста собрал полную круговую арену на своем сольном концерте и продал 35 тысяч билетов такого успеха в олимпийском не добивался никто не из российских звезд шоу бизнеса не из иностранных но не менее успешным как мы узнали спустя годы баста оказался и в бизнесе у него есть доля в сети отелей также успешная продажа спортивного питания есть свое производство часов и ювелирных украшений также он снимался в кино и пробует себя в ресторанном бизнесе время пришло наводить какие-то такие правильные движения которые покажут что не они не нужны секселярды до или мульти квадро секселярда нужно просто объективное количество денег и желание людей что-то изменить конкретно в клубе все других вариантов не нужно но я думаю что на этом баста не остановится и наверняка мы с вами скоро узнаем о его новых бизнес проектах еще один шоумен меня очень удивил недавно я увидела с ним рекламу как он рекламирует банк кто к нам со своим кредитом придет тот его без проблем и выплатит и говорит что нам обычным людям и бизнесменам и я была очень удивлена оказывается у ивана урганта есть бизнес и он вложился по-крупному он стал совладельцем элитного агентства недвижимости он приобрел 33 процента акций и вошел директорский состав офисы этой компании находятся в россии великобритании и сша и их деятельность ориентирована на любую недвижимость в любой точке мира кстати ранее члены советов директоров уже сотрудничали с известным шоуменом бизнесмены являются основателями благотворительного фонда который призван помогать тяжело больным детям и иван ургант числится в нем как председатель иван ургант это талантливый артист и успешный шоумен но у него есть один неудачный бизнес мало кто знает но в 2018 году иван ургант запустил собственную интеллектуальную игру клевер это было своего рода онлайн викторина за участие в которой можно было получить до 50 тысяч рублей но эта игра оказалась непопулярной и неуспешной и концу 2018 года они провели последнюю игру и закрыли этот бизнес проект кто к нам со своим кредитом придет тот его без проблем и выплатит а вот кто попробовал очень много бизнесов так это ольга бузова материки и достаточно такая хорошая у меня база не знаю кого я такая пошла я люблю зарабатывать деньги я я я я я я я первые шаги в бизнесе она сделала еще в 2011 году когда она была замужем за дмитрием тарасовым совместно с итальянскими партнерами они открыли свою линию одежды и запустили 40 точек продаж но к сожалению их бренд оказался непопулярным и все магазины пришлось закрыть но ольга бузова не расстроилась и продолжила делать новые бизнесы сейчас в активе певца и бизнесмена эмином агаларов более 30 точек общепита несколько торговых центров яхт-клуб концертный зал своя собственная радиостанция телеканал и журнал и это не считая его совместного бизнеса с его отцом бизнес у них сфере строительства этот семейный бизнес по самым приблизительным расчетам приносит около 700 миллионов долларов в год на вопрос о том как можно всего этого достичь музыкант отвечает очень скромно нужно много трудиться и наверняка не многие из вас знает что у наташи королевой и ее супруга тарзана есть также собственный бизнес у наташи королевой несколько салонов красоты а у ее супруга есть свои фитнес-клубы но из-за пандемии коронавируса наташа королева была обязана просто закрыть свои салоны красоты также как и закрыл свои фитнес-клубы ее муж тарзан и они очень много раз высказывали свое недовольство о том что им пришлось закрыть бизнес ведь они потеряли очень большую часть доходов ведь сейчас наташа королева практически уже нигде не выступает она выступает только на корпоративах и только по заказам а про кого вы не ожидали услышать о том что у него есть успешный и прибыльный бизнес напишите ваше мнение в комментариях надеюсь вам понравилось это видео а сейчас поставьте лайк пишите комментарий и обязательно подписывайтесь на этот канал